Всем привет! Сегодня о лучших защённых смартфонах с точки зрения навигации. А это вторая, а порой и первая по важности, функция в туризме, походе или охоте. Тем более, если мы находимся вдали от высших сотовой связи. Естественно, все они рекомендуются для данной цели исключительно с приложением TUNAV, так как это единственная профессиональная туристическая навигация на Android, сравнимая с Garmin. А профессиональная, значит максимально заточенная и в конечном счете удобная в данных условиях. К примеру, только TUNAV позволяет работать комплекту генштаб-спутник с автоматической сменой слоев и наложением векторных карт поверх каждого, то есть как и в Garmin. Только TUNAV позволяет кнопками приближать и отдалять карту, вернуться в позицию или заблокировать сенсор. И только в TUNAV, как и в Garmin, есть экспозиционный режим, позволяющий увеличить автономность процентов на 30. Так что все локусы, озики и османды нервно курят в сторонке. И это не считая проецирования, расчета площади, фотонавигации, колец расстояния и многого другого, о чем есть отдельное видео на канале и в группе, ссылка в описании. И там же есть тестовые задания, которые я настоятельно рекомендую выполнить на вашем текущем смартфоне, прежде чем тратиться на новый смартфон-навигатор. Поскольку далеко не все могут справиться с Android так же легко, как с Garmin. А начнем с бюджетного сегмента. Первый BV4900. Он мне понравился ценой, автономностью, отсутствием типичных для BlackVey металлических элементов, от которых в холодное время года мерзнут руки, ну и конечно точностью. Он принимает 4 спутниковых системы, благодаря чему занял второе место после одного из двух самых точных гарминовских навигаторов GPS MAP-65S в моем GPS-тесте. Также один из участников нашей группы сообщил, что на зимней рыбалке он приводит его к лунке в плюс-минус полметра, в то время как его же Garmin GPS MAP-78 укладывается в 3-4 метра. И тот же человек нам сказал, что отрубается он в минус 34. Но после отогревания в кармане он снова готов к бою. И все это очень неплохо. Но мне не понравилось отсутствие у сенсора отдельного режима для перчаток и сам факт резиновых заглушек. Хотя для бюджетников 10-12 тысяч вполне сойдет. Тем более человек, приславший нам результаты своих тестов, в итоге его же и потерял. И будь это не BV4900, а Samsung XCover Pro или Garmin Montana 700 за 60 тысяч рублей, было бы куда обиднее. Следующее, что я могу рекомендовать, BV5100. Это полный аппаратный клон BV4900 Pro. С таким же 5,7 дюймовым экраном, аккумулятором в 5,580 мАч, чипсетом и точностью. Но память у него уже 128 ГБ, что хорошо, если вам нужны карты многих регионов. И у него же мой любимый открытый, но герметичный изнутри разъем USB, что позволяет безопасно питаться на ходу или на транспорте через магнитный коннектор. И он же защитит его от попадания грязи. Очень хорошая автономность от 13 часов на максимальной яркости и до 82 с выключенным экраном. Причем при минус 20 от 11 до 75 часов. Ну и есть два темляка, чтобы сделать удобную ручку. Но тут уже появились мерзкие металлические накладки и лично мне это не понравилось. Но его цена 15 тысяч и как навигатор за эти деньги он более чем хорош. Далее BV6600. Это клон уже обычного BV4900, но с увеличенной до 64 ГБ памятью. И опять же увеличенным до 8500 мАч аккумулятором. У меня лично его не было, но не думаю, что в точности он уступит предыдущим. Тем более, что тут уже прием пяти спутниковых систем. Но пятый это японская, а ее спутников в европейской части России не то чтобы было много. Но один из участников нашей группы из Приморского края, взявший его, остался им очень доволен. Главным образом из-за большого аккумулятора и необходимости всегда быть на связи. А как мы знаем, вдали от сотовых вышек лучше GSM модуль отключать. Иначе у андроида в попытках поймать сети начинается повышенный жор батареи. Мне же опять не понравился возврат к резиновым заглушкам и холодный цыганский силумин на корпусе. Впрочем, о чем мы говорим, его цена 16 тысяч рублей. Помимо этого у меня было еще 3-4 Black в длительном пользовании, но они уже не актуальны. Тем не менее, мой опыт говорит, что как навигаторы они хороши и отказов по этой части у меня никогда не было. Но вот как полноценные смартфоны, Black весьма посредственны. С отзывами и проблемами с ними можете ознакомиться на сайте того же ДНС. Ввиду чего я всегда рекомендовал их исключительно как навигаторы. Ну а рассматривать китайцев дороже за 20 тысяч рублей я вообще не рекомендую. Так как при том же уровне качества железа и прошивок переплачивать за абсолютно днищинские характеристики, проблемы с сервисом и запчастями я вот смысла не вижу вообще. Тем не менее, если жалко гробить свой iPhone, как недорогую звонилку и приличный навигатор с приложением TUNAV, рекомендовать всех вышеназванных китайцев можно. Теперь перейдем в среднеценовой сегмент, где кроме Samsung A52 защиты от воды и пыли по классу IP67, я в общем-то порекомендовать к сожалению, а может и счастью ничего не могу. А вот снаружи Samsung действительно хрупкий на вид, и его не то что бросать, а даже ложить на камеры страшновато. Но благо как раз это решается тщательным подбором чехла. По автономности A52 при экране 6,5 дюймов и аккумуляторе 4,5 тысячи мАч, как навигатор на максимальной, средней и минимальной яркости отрабатывает 16, 22 и 27 часов соответственно. Напомню, BV500 работает 13, 24 и 27 часов на аналогичных режимах, но при экране в 5,7 дюйма и аккумуляторе в 5600 мАч. При этом максимальная яркость AMOLED экрана A52 в независимом тесте по 9 секторам, и далее я буду называть цифру только этого теста, составила 700 нит. В то же время данный параметр для всех вышеназванных китайцев лежит в районе 450-500 нит, так что читаемость A52 на солнце существенно выше. Ну и наконец о точности. В обзоре GPSMAP66SR, а это самый точный на сегодня гарминовский навигатор, между ним и A52, можно сказать, была зафиксирована ничья, поскольку A52 хоть и не принимает частоты L5E5, но видит все 6 спутниковых систем, а вот 66SR, видимо по политическим причинам, китайцев игнорирует, отчего и пострадал, разделив с соперником первое место. Таким образом данный A52 на Snapdragon 720G будет еще и точнее всех вышеназванных китайцев. Кстати, здесь я уже поставил беспружинный магнитный коннектор для питания с передачей данных, вместо однопинного. В сочетании с бампером выглядит прекрасно. Ну и конечно у меня наклеено защитное стекло. И исключительно в таком виде я рекомендую его использовать в своих загородных походах, покатушках и прочих делах. Ну а кому нужен супернадежный смартфон-навигатор для самых экстремальных условий, то смотрим на Samsung XCover Pro, стандарт защиты как IP68, так и Milo 810. При этом экран в 6,3 дюйма теперь IPS, а не AMOLED. Также и его максимальная яркость ниже и оценивается в 600 нит. Это конечно меньше, чем у A52, но все равно больше, чем у бюджетных китайских защищенок. Судя по той же, что и в M31s начинке, по точности он однозначно уступит A52, однако все равно превзойдет ту же гарминовскую монтану. Также XCover Pro имеет съемный аккумулятор на 4000 мАч, позволяющий на минимальной яркости проработать в качестве навигатора 19 часов. Ну а ключевая особенность, отличающая его от абсолютно всех вышенастных смартфонов, заключается в том, что при подключенном внешнем питании он берет заряд даже в мороз. При этом свой собственный аккумулятор не расходуется. То есть так же, как в Garmin Montana 700 или GPS Map 66 SR. А вот для питания в мороз всех остальных вышеназванных смартфонов, у вас на снегоходе должно быть крепление с подогревом. Иначе смартфон придется отогревать и заряжать в кармане. А это уже не уровень Garmin. Что касается магнитного USB, это безумно удобно. Он не дает забиваться грязи в разъем или выломать его шнурком при падении. А заряжаться можно на ходу даже под дождем. Их у меня есть две версии. Проверенная годами однопиновая. При закорачивании просто отключает питание, и у вас ничего не закоротит и не сгорит. Но передает она только питание без данных. А при ежедневной эксплуатации и в снег, и в дождь, особенно если после этого не просушивать, а так и бросить все в холодном гараже, через полгода контакт перестает пружинить и выходит из строя. Впрочем, его цена 200 рублей. Вторая версия более новая, 7 и новая. Она передает и питание, и данные. И раньше подобные коннекторы коротели, и у кого-то даже оплавлялись провода. В этой версии вроде как все исправили, и пружины не выходят из строя из-за коррозии. Но у меня на одном пауэрбанке, если его закоротить, он отключается, и кнопки потом его уже не включить. Нужно подцепить его к питанию, и тогда он снова оживет. То ли здесь контролер в банке какой-то особый, то ли все-таки новая версия коннектора не все отсекает. Но имейте это в виду. Эти магнитные USB продаются на Али, но я даже не запаривался, а пошел в ближайший магазин шнурков, где по фотке мне выдали что нужно. Надписи на шнурках другие, но от этого ничего не меняется. Но если коннектор в USB не ставите, то ставьте заглушку, чтобы не забивалась грязь. На зарядке от прикурителя, кстати, не дешевите. Если такова и нужна, берите нормальную со стабилизатором, а не просто дешевку с диодом за 100 рублей. По универсальному креплению на руль коротко. Не надо лепить его из говна, палок и фольги. Лучшее для смартфона QuickGrip XL от фирмы RAM. Она же делает крепление для Garmin. Ссылка на все его составляющие также в группе. Оно дешевле и удобнее, чем для Монтаны, но питание, естественно, не имеет. Впрочем, это и не важно с учетом ранее сказанного о магнитном USB. Для всех смартфонов в таблице, в группе, автономность в части навигации приведена с отключенным GSM-модулем. Далеко не все знают, что вдали от вышек сотовой связи у GSM-модуля начинается жор, и приведенное время может сократиться на 40-50%. А есть те, кто знает, но забывает его отключать. Таковым я советую брать защищенный смартфон просто как навигатор и вообще не вставлять в него симки. И такой же совет я могу дать тем людям, кому нужно всегда быть на связи. Один смартфон для звонков, второй для навигации. Дополнительный плюс такого решения, что в случае выхода одного из строя можно переставить симку во второй, как и установить DUNAV и скопировать карты. Как вы понимаете, с Garmin такой фокус не пройдет. В любом случае, советую установить бесплатный Battery Widget. Он позволяет крупно видеть как заряд, так и температуру батареи. Если у вас в смартфоне есть датчик давления, то советую приложение Barometer Plus. Оно уведомляет о резком изменении давления и что пора свериться с прогнозом погоды. Ну и также я использую приложение швейцарский армейский нож. В нем есть очень удобные лупы для чтения мелких надписей. Все ссылки на рекомендуемые приложения есть в группе. Если говорить о точности, то если вам кто-то тыкает цифрами из приложений или Garmin, без предъявления реальных, причем одновременно записанных треков, то шлите его лесом. Цифры не говорят ни о чем. Из того, что у меня было, первое место S21 Ultra на Exynos с двухчастотным GPS, второе Samsung A52 на Snapdragon, третье Garmin на GPSMAP 6566SR, четвертое Blackview 4900-5100, и пятое Garmin Montana 700. Кто хотел Montana, не расстраивайтесь. Пятое место среди самых точных, это очень неплохо. Кто хочет Samsung, имейте в виду, Snapdragon для навигации лучше. И у меня он ловит даже в глубине помещения. Exynos слабые сигналы режет, ища или ожидая чего-то большего, чего может и не быть. Поэтому S21 Ultra на Exynos в глубине помещения у меня сигнал теряет. В общем, я за Snapdragon. Но, опять же, не путаем. Snapdragon в Samsung и Xiaomi, это, как говорят, две больших разницы. Если говорить о сенсоре, то во всех вышиназных моделях он емкостной. И во всех, кроме бюджетных BV-шек, есть режим работы в перчатках. Но, как я говорил ранее, однако все эти ухищрения не отменяют того, что толстые перчатки у вас должны быть сенсорными или прошиты металлизированной нитью, если вы не хотите их регулярно снимать. Но смартфонам с туна в такие перчатки нужны в меньшей степени, так как включил, разблокировал, сверился с генштабом или спутником, поверх которых всегда видна векторная карта. Если надо осмотреться, покрутил по сторонам. Заблокировал, убрал в кармал. Аналогично, если смартфон стоит в креплении на руле. Так что снимать перчатку придется только для выбора точки или трека для следования. Как все это настраивается, есть видео в группе. Так что по этой части идут лесом не только Ози, Локус, Асмант, Гурумапс и прочие, но, увы, и 700-ая Монтана. Чего нет, ну, того нет. Тут только кнопочный Гармин поможет, обзор лучших также есть на канале. Ну и, пожалуй, главное, на чем хочется остановиться, это экраны, вернее, матрицы в них. А еще точнее, как они читаются на солнце. Монтана на ярком солнце с трансфлективной, светоотражающей матрицей просто расцветает. Причем на ней выставлен средний уровень подсветки. И то на случай появления облачности или ухода в тень. Впрочем, и AMOLED на автояркости в средне ценовом А52 более чем хорош и читается без проблем. Да, IPS им уступает, однако слухи о его полной нечитаемости явно преувеличены, даже в этой старой, не рассчитанной на туризм модели с яркостью экрана в 460 нит. Но у OLED-экранов есть два известных, я бы даже сказал, раскрученных недостатка. Это выгорание и шим. Но мерцание на низкой яркости, то есть шим, я, как и большинство людей, не замечаю. Иначе как объяснить, что у AMOLED сейчас ставится даже во многие бюджетники. Хотя давление белого цвета на AMOLED я, безусловно, ощутил. Но это быстро решается включением в настройках режима комфорт для глаз. Это смещение в более естественный спектр солнечного света не только разгрузит глаза, но и органические диоды матрицы, со временем склонные к выгоранию. OLED-технологии, конечно, не стоят на месте, но этот эффект никуда не делся. И крайний правый смартфон это результат ежедневной работы в магазине без выключений, в качестве витринного образца на максимальной яркости через год. В качестве навигатора на квадроцикле, в отличие от снегохода, OLED в жару теоретически быстрее перегревается, стареет и тускнеет. Но какой-то однозначной статистики на этот счет просто нет. Тем не менее, я не настаиваю, а оставляю выбор за вами. Можете взять смартфон из IPS, BV500 с яркостью 525 нит, или XCover 5 490, или Pro 560. У всех них яркость, во всяком случае, теоретически больше, чем у данного Asus, с его 460 нит. Тем не менее, после покупки вам, вероятно, захочется сразу наклеить на смартфон или Garmin защитную пленку или стекло. И это будет абсолютно правильным решением. Но, если вы пользуетесь солнечными очками с поляризацией, то сразу прихватите их с собой. Поскольку, если защитное стекло будет дешевым, то в них оно будет темнить экран и расплываться радугой, как мы видим на A52 и Asus. А дорогие стекла или дешевые пленки смотрятся в любых солнечных очках одинаково. Хорошей навигации.